Сегодня известно лишь о 10 отказах, но вскоре количество нелицензированных управляющих компаний может возрасти. Как известно, нескольким организациям заявления были возвращены по причине неустранения нарушений. Непрошедшие переаттестации управляющие компании могут продолжать свою работу, но лишь до того момента, пока собственники не изберут новую, более благонадежную организацию. Второй вариант – выбрать иной способ управления ТСЖ. Если же жильцы многоквартирных домов затрудняются в выборе, эту миссию на себя вправе взять в муниципалитет. Но тогда и тариф на обслуживание обсуждению не подлежит. На сегодняшний день он увеличен и составляет до 24 рублей за метр в девятиэтажных зданиях, до 16 рублей за пятиэтажные жилые дома и до 13 от категории благоустройства. Есть такие организации, уже порядка 10 организаций имеют лицензии на осуществление деятельности. И, соответственно, показывают свою функцию как с нулевым балансом домов, но получившие лицензию. В свою очередь, собственник должен проверить, или граждане должны проверить управляющие компании через средства массовой информации. Это на сайте госжилы инспекции определено. Значит, если управляющая компания обслуживает их, получила лицензию, но в реестре не отчислятся данные на квартиру и жилые дома у них, то они вправе обратиться в госжилы инспекцию для того, чтобы эту организацию оштрафовали. Тогда оплата производиться не должна. Задача лицензирования – повысить контроль за деятельностью управляющих компаний и с помощью законных механизмов вытеснить с рынка недобросовестных управленцев. Так, если раньше госжилы инспекции могли лишь оштрафовать организацию за плохую работу, то теперь они имеют возможность вовсе лишить ее право управления многоквартирными домами после двух признанных судом нарушений. Помимо прочего, теперь владельцам квартир, чтобы избавиться от плохих управленцев, достаточно своевременно направить жалобы в госжилы инспекцию. Лишать лицензии будут и те организации, которые регулярно забывают отчитываться о своей деятельности.